Джалалабад Джалалабад в Киргизии Здравствуйте дорогие слушатели, оставьте комментарии и нажми на колокольчик Возник как кишлак возле целебных источников расположенных на горе Ауптуан от Ферганской долины В начале 19 века здесь была построена крепость Каканского ханства Местные жители обслуживали паломников к минеральным источникам и занимались сельским хозяйством С ростом населения кишлака в нем появились мастеровые Гончары, ремесленники, развивались кустарные мастерские, которые впоследствии дали начало небольшим перерабатывающим предприятиям Ко времени присоединения Ферганской долины к Российской империи Джалалабад не представлял из себя значительного поселения Он не отмечен ни на карте Скайлера 1875 год 7, ни на карте Леселина 1876 год 8 В отличие от соседнего поселка Сузак, который в 1909 году превышал Джалалабад по населению Однако в Джалалабаде располагалась русская администрация Джалалабадский участок Кандижанского уезда в Ферганской области Население Джалалабада в это время составляло 1100 человек, в основном узбеки 9 В 1903 году главой Джалалабадской области был Минуты Баши Камбар Али Ахмат Кул Камбар Алиев-10, подчинявшимся полковнику Корытову, главе Андижанского уезда 11 В 1902 году русский офицер Н.Л. Корженевский при поддержке своего военного командования разработал и смонтировал две гелиотелеграфные станции для двусторонней связи ОШа с Джалалабадом На Джалалабадских минеральных источниках лечилось много военных и поэтому надежная связь с уездным городом уж была весьма необходима В 1915 году был открыт участок железной дороги Андижан, Карасу, Джалалабад Линия являлась частной и была построена Обществом Ферганской железной дороги После революции 1917 года железнодорожная линия была национализирована Строительство железной дороги и станции дало толчок в развитии бывшего до того просто крупным поселком Джалалабада 1 июня 1916 года открыто почтовое отделение 1918 года банды басмачей предприняли попытку захватить столицу уезда, город Тош Однако 70 добровольцев 1-го ферганского полка, охранявших город, при поддержке населения сумели продержаться до прихода воинской части из Андижина и защитить город Особую опасность представляло соединение басмаческих банд Курбаши Мадаминбека и главаря Кулатско-крестьянской армии Каи Монстрова, которые стремились свергнуть советскую власть в Ферганской области 8 сентября 1919 года, после полуторасуточных боев бандами Мадаминбека и Каи Монстрова, значительно превосходящим в численном отношении Красноармейские части Удалось захватить город Ош и Джалалабад и начать наступление на Андижан, где располагался штаб войск Ош-Амдижанского участка 26 сентября 1919 года Красная армия под командованием Михаила Фрузи освободила город Ош, а 30 сентября – Джалалабад 27 мая 1920 года Михаил Васильевич Фрузи выступал на железнодорожной станции перед рабочими железнодорожниками и послал телеграмму Владимиру Ильичу Ленину о положении в Туркестане О чем повествует памятная табличка на здании ЖД-вокзал В 1928 году был введен в эксплуатацию участок железной дороги Джалалабад, Багыш, протяженность 14 километров В 1932 году ЖД-линию продлили до Кокьянгака, протяженность 15 километров, для обеспечения Джалалабада и Узбекистана углем 6. На протяжении длительного времени станция Джалалабад была конечным пунктом маршрутов пассажирских поездов дальнего следования в Ферганской долине До станции Кокьянгак следовали только пригородные поезда, на участке Карасу, Ош, также курсировали только пригородные поезда, а с 1978 года движение прекратилось совсем Несмотря на то, что город Джалалабад в то время был одним из районных центров Ошской области, и численность населения города в несколько раз меньше численности населения Оша Среди причин, наличие в Джалалабаде пункта технического обслуживания локомотивов и мастерских для экипировки вагонов, чего никогда не было в Оше Легкий профиль пути на участке Карасу, Джалалабад, а также, вероятно, дань традиции, станция Джалалабад возникла раньше, чем станция Ош Город Джалалабад исторически является основными железнодорожными воротами региона 7. В разное время от Джалалабада отправлялись прямые поезда, либо прицепные вагоны, до Москвы, Куйбышева и других городов СССР Постоянно курсировал рейс Джалалабад-Фрунзи, идущий через Ташкент Киргизии с 1991 года городу Джалалабад дан статус областного центра В 1993 году был отменен последний пассажирский поезд дальнего следования Джалалабад, Ташкент, Бишкик Приблизительно тогда же прекратилось и движение пригородных поездов с ЖД станции Джалалабад В 1994 году завершился процесс разделения бывшей среднеазиатской железной дороги, на основе которой были созданы железнодорожные администрации новых независимых государств Джалалабад стал центром южного отделения Кыргизской железной дороги В 1990-х годах было принято решение о строительстве транскыргизской железнодорожной магистрали, которая должна была быть проложена по направлению Балыкчи, Кочкор, Джалалабад Предположительно, с использованием части существующей линии Джалалабад, Кокьянгак Проект был широко разрекламирован Состоялась торжественная церемония начала строительства магистрали с участием президента Кыргизии Аскара Акаева Но на практике реализация проекта ограничилась укладкой нескольких сотен метров пути у станции Балыкчи В 2000 году возобновилось движение пригородных поездов по маршруту Джалалабад, Карасуу, Ош К сожалению, возрождение пассажирского движения было недолгим По состоянию на август 2008 года, железнодорожная линия действует только на участке Джалалабад, Карасуу Поезда, следующая в Джалалабад, и все тепловозы приписки депо Джалалабад проходят территорию Узбекистана без остановок На станции Джалалабад находится локомотивное депо ТЧ-2 Кыргызской железной дороги, ранее ТОЛ-ТЧ-4 Андижан Среднеазиатской железной дороги Среди имеющегося подвижного состава, тепловозы 2Т10 и 0581, 2 секции, 2Т10 В4195, как минимум 1 секция, ЧМС 6644 Всего насчитывалось около 5 ЧМС и 6 секций 2Т10 Новые локомотивы после 1991 года в Джалалабад не поступали Участок Джалалабад, Кокьянгак, по которому когда-то в основном вывозился уголь, ныне законсервирован Управление Кыргызской железной дороги не дает разрешения на демонтаж пути, поэтому рельсы там лежат, но путь местами зарос деревьями и непригоден для проезда 9. Осенью 2007 года город отпраздновал свой 130-летний юбилей Основные торжества с участием руководства страны прошли на ипподроме Телтору Город был награжден орденом Данакер 13-16 июня 2010 года в городе и прилегающих селах произошли массовые беспорядки на межэтнической почве Одновременно с Орскими беспорядками 2010 года Самое раннее известное название города – Джалалабад С 1870 по 1928 год – Джалалабад В известиях Туркестанского отдела Русского географического общества за 1900 год упоминается как село Джалалабад Джалалабадской волости, Андижанского уезда С 1928 по 2002 год – Джалалабад, с 2002 переименован в Джалалабад согласно принятой Жагорку Кенешем Киргизии новой редакцией орфографии киргизского языка От 28 июня 2002 года с июня 2008 года переименован в Джалалабад согласно постановлению Жагорку Кенеша Киргизии о восстановлении написания населенных пунктов страны через Дефис С древних времен вдоль Ауптуа проходил один из путей Шелкового пути Благодаря этому жители Ферганской долины, как и Коканские ханы, управлявшие этими землями во время создания Джалалабада Очень активно контактировали с Афганистаном Возможно, поэтому название города схоже с названием афганского Джалалабада При том, что Джалалабад до 1917 года тоже назывался Джалалабад Называть одним и тем же именем разные населенные пункты Распространенная практика в Центральной Азии и Ближнем Востоке Здесь существует больше 30 населений с названием Джалалабад В свою очередь, афганский Джалалабад получил свое название в честь Джалаладдина Мухаммад Акбара 1542-1605 год ГГ, основавшего город в конце 1560-х годов Абад экс-персидского переводится как «место», «место где живут люди» Кроме того, Джалал с языка урду, персидского и арабского переводится как «слава», «святыня», «величие» То есть название города может означать или «место славы», или «святое место», или «место», названное в честь Джалала Дорогие слушатели, оставьте комментарии и нажми на колокольчик